МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 21-е заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Осужденные за использование термина геноцид журналисты Турции оправданы. Баку отказался сотрудничать с Комитетом Совета Европы по предотвращению пыток. Армянский Нахадживан Цехна. Арцавское телевидение возобновляет свою деятельность. Пожар в провинции Адана Западной Армении распространился на парки и леса. Юрий Ковен стал бронзовым призером чемпионата Европы, победив турецкого соперника. 1 июля состоялось 21-е заседание Совета правительства Республики Западной Армении. В повестке дня были представлены разработанные правительством вопросы касательно предстоящих программ. Вступительной речи президент Республики Западной Армении Лития Маркосян напомнила прошлогодние выступления на Ассамблеях ООН, посвященные генетическим ресурсам и традиционным знаниям, где в очередной раз представили всему миру геноцид. Лития Маркосян сообщила, в этом году также планируется выступить с речью на двух заседаниях ООН, чтобы выразить позицию Республики Западной Армении. Заседание продолжил председатель Национального совета Республики Западной Армении Арменак Абрамян, представив предстоящие работы для участия на Ассамблее, отметив, мы подробно проработали каждую статью соглашений, чтобы восстановить свои права на наши генетические ресурсы и традиционные знания. На заседании присутствовала председатель Национального совета Нелли Арутюнян. Нелли Арутюнян подчеркнула, у Национального совета есть своя позиция по вышеупомянутому соглашению. Подробности будут представлены на заседаниях Национального собрания. В ходе заседания были представлены следующие проекты – соревнования по стрельбе из лука и церемония открытия Хачкара. Участники заседания обсудили предстоящие мероприятия и запланированные расходы. Также важны вопросы повестки дня. Президент также напомнила о запланированной на 15 сентября предстоящей конференции, посвященной богине Анаит. Оправданные с авторы аннотации книги заголовки мировой прессы о совершенном противоармян геноциде, опубликованной на оппозиционном информационном сайте Бианет Турции. Работая в Бианет, журналисты распространяли новости на эту тему до ареста. Уголовное дело было возбуждено по обвинению в оскорблении турецкой нации. Журналистов обвинили в лексике, использованной в общей сложности в шести новостях, опубликованной в 2015, 2018 и 2019 годах. Отмечается на слушаниях 2 июля, когда журналисты были оправданы. Один из них сказал, что он находится в суде только из-за того, что написал аннотацию книги. Мы организовали защиту, думая, что прокурор может быть оскорблен фразой о совершенном противоармян геноциде. Но, возможно, у судей также есть проблемы, связанные со связями. Возможно, использование моего «и» также считалось грехом. Узнать мы это не можем. В результате я не виноват ни в использовании связи, ни в переводе, ни в том, что говорю о совершенном противоармян геноциде. Заключил он. Баку отказался от сотрудничества с Комитетом Совета Европы по предотвращению пыток. Об этом пишет Азад Утюн. Структура расценила это как нарушение со стороны Баку Европейской Конвенции по предотвращению пыток. Комитет предпринял искренние попытки вступить в конструктивный диалог с властями Баку для решения проблем, которые лежат в основе существования Европейской Конвенции против пыток. Комитет утверждает, на протяжении многих лет ряд бакинских ведомств, в том числе правоохранительных органов, отказывались предпринимать какие-либо действия по выполнению давних рекомендаций Комитета, чтобы приостановить практику пыток. В частности, выделяет отношения к задержащимся в тюрьмах Баку. Подчеркивая, заключенные подвергаются пыткам таким, как пощечины, удары кулаками, ногами, удары дубинками или деревянными палками. Делегация получила сообщение об угрозах насилования бутылками и применении электрошока. Также были зафиксированы угрозы расправы с родственниками задержанных, в том числе путем уголовного преследования, говорится в отчете Комитета Совета Европы по предотвращению пыток. Село Цехнан находится в Ордубатском районе Нахадживанской автономной республики. Подробности об армянском селе представляет Всеармянский союз Гармас, Ширван, Нахадживан. В цехне выделяются 17 домов. В основном одноэтажные многокомнатные жилые дома, в том числе резиденция Согомонов, предков бессмертного Комитаса. Постройки в основном состояли из необработанного камня и кирпича. Большинство армянских домов сегодня разрушены. Крепость селена расположена на вершине горы, на северо-западной стороне деревни. Крепостные стены разрушены. Наиболее известен монастырь Сурб-Аст-Аццин, расположенный на равнине в северо-восточном квартале села. В настоящее время монастырь также разрушен. Монастырь был построен в XII-XIII веках, реставрирован несколько раз. В середине XVII века Мофсес и Пилипос организовали реконструкцию памятников провинции Гохт и Еронджак, в колоде которой также была отремонтирована церковь Сурб-Аст-Аццин. В одной из литографических надписей указано, что церковь также была реконструирована в 1683 году. Монастырский комплекс состоял из церкви Сурб-Аст-Аццин, колокольни, вспомогательных сооружений и кладбища. Перед южным входом церковь находилась трехъярусная колокольня, построенная из обработанных камней красноватого оттенка. Высота купола на 3-4 метра выше высоты самой церкви. На южных фасадах колокольни в направлении арок, прямоугольных и цилиндрических нишах высечены довольно большие по размеру распятия Христа и икона Богоматери. Арцахское телевидение возобновляет деятельность. Об этом сообщил бывший защитник прав человека Арцаха Герам Степанян. Мы сделаем все возможное для сохранения социальных связей среди арцахцев, арцахских особенностей армянской идентичности и арцахского диалекта, выявления проблем, волнующих арцахцев и их регулярное обсуждение. Сегодня у телекомпании нет технического оснащения павильонов, но есть воля и самоотверженность, чтобы начать все сначала. Журналисты общественного телевидения Арцаха создали журналистскую общественную организацию «Десятая провинция», первой программой которой станет Арцах ТВ. Арцахская телевидение возобновит деятельность в социальных сетях Facebook, YouTube и Telegram. Пожар на пшеничном поле в провинции Аданас Западной Армении распространился на близлежащий сад и лес. Пожар пытаются тушить также из воздуха. Пожар вспыхнул около 11.30. Несмотря на мешательство с воздуха и земли, на данный момент пожар продолжается. На чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Новый Садпо по греко-римскому стилю, среди борцов до 20 лет Юрий Ковиам принес сборной Восточной Армении первую медаль. Наш борец досрочно одержал победу со счетом 14.4 над турком. Отметим, Овиам был действующим чемпионом Европы в своей весовой категории и начал борьбу в квалификационном раунде, где одержал победу над румыном со счетом 10.0. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.